И Сына, и Святаго Духа только что мы услышали, наверное, одну из самых известных евангельских притч, притча о милосердном самарянине. Милосердный самарянин, добрый самарянин, это такой очень ёмкий образ, даже своего рода такой празеологический оборот, очень популярный, особенно в западной культуре. Эта притча, она, наверное, как никакая другая, хорошо показывает, а зачем вообще Господь разговаривает с людьми притчами. Притча это не только некий яркий образ, с помощью которого Господь пытается говорить о каких-то небесных непознаваемых реалиях, которые человеку очень добочево может объяснить через какие-то бытовые вещи, через те реалии, которые ему хорошо знакомы, но и притчу Господь использует тогда, когда видит, что человек не готов его прямые наставления воспринимать. Когда человек, ну, с одной стороны, с ним беседует, его слушает, а с другой стороны, скорее всего, говорит только для того, чтобы с ним поспорить. Кто приходит к Иисусу, с кем Иисус Христос говорит? Об этом и рассказывает эту притчу. К нему приходит законник, который отлично знает ветхозаветный закон, знает заповеди, знает, в том числе, и те заповеди, которые Иисус Христос называет самыми главными в законе. Заповеди любить Бога всей душой, всей крепостью, всеми мыслями. И второе заповедь, который Господь называет подобной ей, любить ближнего, как самого себя. Более того, это человек сам эти заповеди выделяет и называет самыми главными. И говорит ли Господь напрямую в своей проповеди о любви, о том, как надлежит вот эту заповедь, любить ближнего и исполнять? Да, мы читаем в Евангелии, что Господь напрямую трагнует и объясняет эту заповедь тем людям, которые готовы его услышать. Помните, в Нагорной проповеди он говорил, что древним сказано, любви ближнего. Далее он приводит такое вот распространенное среди людей в толковании, там, и не давить своего врага. А Господь действие этой заповеди, заповеди о любви, распространяет на всех людей. Я говорю вам, любите врагов ваших, молитесь за проклинающих, творите добро тем, кто против вам вредит. И, казалось бы, на вопрос этого законника, кто мой ближний, Господь, ну, должен ответить так же прямо, как он обычно говорит. Любой человек, который нуждается в твоей помощи, который оказывается рядом с тобой, он твой ближний. И дели людей на ближних и дальних, на ближних и врагов. Любой человек твой ближний. Но Господь понимает, что перед ним законник. Он, это его профессия, толковать и объяснять божьи заповеди. И в том числе и эту божью заповеди, любви ближнего, как самого себя, он, наверное, в своей жизни пытался истолковать, объяснить, как-то актуализировать для обычной жизни много раз. И это обычно делается, ну, с помощью каких-то веткозаветных аналогий, каких-то годовых аналогий. А когда мы читаем толкование на заповеди, вот, разограничных иудейских толкователей, это обычно так и делается. И Господь отлично понимает, что если он скажет напрямую этому человеку, кто твой ближний, кому нужно действие этой заповеди обращать, то будет закономерный для этого человека ответ. А почему ты считаешь, что эту заповедь нужно толковать именно так? Докажи, объясни. Поэтому Господь этого человека самого вынуждает ответить на свой вопрос. Он предлагает эту историю, которую мы только что слышали, что некий человек идет из Иерусалима в Орегу, на него нападают разбойники, избивают до полусмерти, раздевают и бросают, умирают. Мимо проходят служители Иерусалимского храма, священник или бит, игнорируют его, наверное, спешат в храм служить. А мимо проходят самарянин и оказывают ему помощь. Он оказывает ему первую помощь, промывая его раны, маслом и вином, тратит на них время, силы, деньги и, более того, обещает хозяину гостиницы, что вернется и много ним позаботиться, включает этого человека полностью в свою жизнь. И для того, чтобы мы понимали, что для этого законника, который слышал эту притчу, мы должны понять, кто такие самаряния. Да, из Евангелия мы интуитивно чувствуем, что это народ, конечно, очень далекий от людей, как говорит самарянка, сама подчемкивает, помните этот эпизод Евангелия, иудеи с самарянами не общаются. Это не просто такое бытовое необщение, какая-то бытовая недоброжелательность. Это два очень близких народа, верящих в одного Бога, имеющего один и тот же закон, живущий Бог-обот, но находящиеся в состоянии такой страшной гражды, что мы представить себе не можем. Действительно, само слово самарянин для евреев было ругательствовано. Созвучно, со словом бесноватый, и помните, в Евангелии Иисусу Христу говорят, и желая его как-то обидеть, оскорбить, говорят, теперь мы видим, что бес в тебе и ты самарянин. Да, и то есть самарянин – это человек максимально далекий от понятия ближней. Поэтому, когда Господь говорит этому человеку, ну кто, скажи сам, ответь на свой вопрос, кто оказался ближнему в этой ситуации? У тобой язык не поворачивается сказать «ближний самарянин». Эти слова «ближний самарянин» в одном предложении для него стоять не могут. Он выкручивается, говорит, ну тот, кто сделал его хорошо, так-то сотворил с ним милость вам. А на идее ты поступай так же. Простая, ясная притча. В этой притче так много подробностей, что издревле как-то была традиция толковать ее как такую вот развернутую аллегорию. Но действительно, столько подробностей в этой притче, и как-то жалко распрасываться этими подробностями. Но не просто так Господь говорит, откуда и куда этот человек отправляется. Из Иерусалима были вон. Подробно описывает, что с ним эти разбойники сделали, раздели, избили, ограбили. Подробно описывает, упоминает именно священника и левита. Подробно описывает, что именно сделал, и как помог ему этот Самарин. Но не даром же. Мы привыкли, что в притчах Иисуса Христа каждая деталь, что туда значит. И вот издревле, где-то с века II, как вы понимаете, очень-то существовало такое толкование, что это некая аллегория и рассказание о судьбе человека. О том, как человек находится в райском достоинстве, когда его сотворил Бог, это Иерусалим. Но, тем не менее, от попад Бога он подпадает под действие злых духов этих, которые, как разбойники, его оставляют ни живым, ни мертвым, как мы сейчас вроде бы живые. Но понимаем, что все мы обречены, все мы когда-нибудь умрем. И мимо проходят вся ветхозаветная праведность и законы, и пророки, которые никак человеку помочь ему. Единственное, кто ему может помочь, это Христос. И Христос, это под Самарином эти долгования видят образ Христа. Казалось бы, с одной стороны, да, все благочестиво, все правильно. С другой стороны, ну вот, за всеми этими толкованиями, очень стройными, и сечными, искусными, теряется главный смысл. Как эту притчу применять в своей жизни, если это просто некая аллегория истории нашего спасения. Но на самом деле, его это толкование тоже нужно применить в своей жизни. Иди, и ты поступай так же. Ведь действительно, Господь Иисус Христос, это тот, кто включал всех в свою жизнь. Те, кто вот эту вот заповедь о любви исполнил последовательно и до конца. Любовь, разумеется, это, конечно, и деятельная жизнь, когда мы оказываем помощь, поддержку тем, кто в этой поддержке нуждается. Но в этой притче самое важное то, что любовь – это возможность включить совершенно чужого для тебя, человека, в твою жизнь. Не отвернуться от него, несмотря на то, что вас по-настоящему разделяют. И вот служение Иисуса Христа, ну, об этом как раз и говорит. Мы не задумываемся о том, насколько разных людей объединяет в себя Иисус Христос. Не только сейчас, а вот тогда, во времена евангельской истории. Это люди бедные, достаточно состоятельные, Иисусу Христу помогают, машина цередворца. Это люди и праведные, как фарисей Никодим, и люди крайне сомнительной репутации нравственности. Это, в конце концов, люди совершенно различных политических взглядов. Ведь среди учеников Иисуса Христа оказывается мыдарь матрики. Кто такой мыдарь? Это человек, который перешел на службу языческой оккупационной власти, который за деньги отбирает свой народ ради каких-то иноплементных захватчиков. И среди учеников Иисуса Христа есть Симон по прозвищу Зелот или Гнанит. Что значит репутин. Это, напротив, такая группировка людей, которых мы, наверное, бы сейчас назвали экстремистами, но которые с оружием в руках борются за независимость своей Родины, пытаются ее отстоять. И для тех, и для других между ними непримиримая пропасть. Мы даже не можем представить себе, какая между ними разница. Для Зелота мыдарь это действительно человек, который за грязные деньги придал в свою страну. Сотрудничает с оккупантами и иномерцами. Для Зелота, для мыдарей и для многих других людей Зелота это люди, которые, напротив, какие-то свои амбиции, своими амбициями ставят под угрозу такое вот благополучие народа, борясь за какое-то свободу непонятное для них. И тем не менее, в кругу двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа оказываются эти люди, которые за одним столом они сели, которые, ну, в одну комнату бы просто не вошли. Именно потому, что они понимают, что Христос дает им то, перед чем все вот эти вот бытовые политические разногласия просто меркнули. Дает то, что действительно не соизмерили, о чем апостол Петр скажет, кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот Господь Иисус Христос, действительно, как этот самарянин, который не видит никаких различий ни национальных, ни политических, ни бытовых, для него, действительно, каждый человек, который в нем нуждается, он готов его включить в свою жизнь, он готов ему служить. И, конечно, это образ очень высокий для нас. Конечно, его призыв, иди, и ты, твари так же, это призыв подражать ему. Поэтому пусть эта притча нас в этом и наставляет, пусть эта притча учит видеть нас в каждом человеке, даже самым неприятным для нас ближнего, и так же, как самарянин, герой притчи умеет включать его в свою жизнь. Аминь. Аминь.